Теперь, если взять современное образование и посмотреть, чему учат в школе, то в школе не учат дружить, не учат быть честными, не учат любить, заботиться о близких, учат математике, физике, химии, биологии, политэкономике, английскому и так далее. То есть учат чему? То, что необходимо для деятельности, производственной деятельности. И мальчиков, и девочек одинаково. И девочкам говорят, тебе надо сначала выучиться, это означает уже 25 лет как минимум, а потом уже замуж. И она целыми днями занимается чем? Она постоянно совершает полевые усилия, не чтобы в атмосфере любви и теплоты жить, а она совершает усилия для того, чтобы жить в атмосфере долго, там надо это, надо то, надо пятое, надо десятое. В результате ее психика высыхает. Уже в это время начинает дермональное расстройство появляться, сбиваться цикл. Она начинает чувствовать себя депрессивной, депрессирует. И самое лучшее время рожать детей с 18 до 25 лет уже до свидания. И также это самое красивое время у женщины. Когда женщина самая красивая, у нее выбор вот такой. Она замуж может выходить как хочет, за кого хочет. Потому что в это время от 35 до 20, 18-летней девушки, вот ей, пожалуйста, все твои. Кому глазки построила, тот и твой. А начиная дальше уже с 30 лет уже не так просто. А с 40 вообще очень трудно выйти замуж. Поэтому, ну даже не в этом проблема. Проблема заключается в том, что когда женщина уже выучилась на это все, и она никогда не училась строить отношения в семье и так далее, то она не знает, как дальше жить. Потому что психика женщины, она находится, понимаете, вот мужчина очень хорошо, активно развивается в той сфере, которая неизвестна. Но в новом в чем-то. Ему надо новое для жизни. Он должен постигать, достигать, добиваться, понимаете. То есть мужчина действует с помощью воли. То есть его сила там, где надо чего-то добиться. Там она развивается как личность. Поэтому самый лучший способ мужчины учить плавать, это не просто бросить в воду. И он научится тогда сразу. Потому что сфера нового. И поэтому мужчину надо так учить с помощью ошибок и трудностей. Мужчина лучше развивается. Поэтому мальчика должен воспитывать папа. Потому что женщина, наоборот, очень сильно боится трудностей. И она способна только действовать в серии известного. Она там чувствует себя, как рыба в воде. Поэтому если говорить о школьном образовании, то девочки лучше учатся. Потому что образование – это сфера известного. А мальчики, допустим, лучше функционируют там, где нужно чего-то добиться. В спорте там, допустим, и так далее. Ну то есть с девочкой очень легко там, где все понятно. Ее научили, она действует там очень легко. И она как рыба в воде ориентируется в той атмосфере, где все понятно. И поэтому она мальчика так же держит в этой серии. Говорит, ты туда не ходи, мы там не знаем ничего. Ты вот здесь вот не ходи. Вот здесь вот играем, а здесь знаем. А его туда как раз тянет, потому что он мальчик. Мы надо там, где не знаем. И так далее. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что женская природа имеет свои определенные функции, особенности. И изменить это невозможно. Нет, можно пробовать, конечно. И смотрите, если женщина научилась учиться, работать и вести себя правильно в обществе, то как ей выходить замуж? Ей надо ведь это тоже научиться этому. Потому что женщина хорошо функционирует там, где она научилась. Она не мужчина. Ей нужно этому научиться сначала. Большинство женщин, они даже не понимают, как знакомиться с мужчиной, как с ним строить отношения. И вообще для них мужчина это неотложный летающий объект. Они с ними там работали вместе, но личное отношение совсем другое. Им очень трудно прощать мужчине, очень трудно заботиться о нем. Они не знают, как готовить, не знают, как убирать. Они вообще не знают, зачем это я должна делать. Мы работаем с тобой одинаково, я работаю, ты работаешь. Почему я должна убираться в квартире и готовить тебе? Сам готовь. Понимаете, что происходит? Происходит то, что женщина в той сфере, в которой она сильна, в которой работает ее психическая энергия, делает ее красивой, способной вынашивать, рожать, и быть очень радостной, счастливой. Эта сфера, она с самого начала, у нас в нашей культуре, она тютю. То есть она не развивается, эти сферы, женщины.